Здравствуйте, меня зовут Ярослав Чайка, вы на канале Genetics. Сегодня поговорим об этикете в спортивном зале. Правил в принципе немного, но их соблюдение, либо несоблюдение, заставит многих вас уважать, либо ненавидеть. Одно из первых правил, это когда вы приходите в зал, новый это зал, знаете вы кого-либо, не знаете. Просто поздоровайтесь с людьми, пожелайте им хорошей тренировки. Следующее правило, это никогда не переступай через штангу. Особенно через чужую штангу, которая стоит собранная, атлет готовится к ней подходить, а ты начинаешь туда-сюда через нее шагать. За такое раньше в советских спортзалах просто выгоняли или можно было отхватить реальных люлей. Это правило пришло к нам из тяжелой атлетики. И у советских тяжелоатлетов было принято никогда не переступать через штангу и относиться к ней с уважением. Потому что в любом случае, по этой примете, штанга наказывала именно того, кто через нее переступает. С чем это связано? Для кого-то это может показаться просто глупой приметой, да, какими-то желаниями атлетов установить свои правила. Ну, по факту есть случаи, когда человек, переступивший через штангу, либо травмировался, либо не поднимал снаряд, либо ему не считали. Поэтому эта примета реально работает, поверьте мне, ребята. Есть очень много спортсменов, которые вам подтвердят. Даже здесь, в Узбекистане, я знаю несколько человек, которые, переступив через штангу, потом либо получали баранку, либо не выполняли первый подход. Поэтому относитесь с уважением к снаряду. Ну, следующее правило – это убирайте за собой. Это несложно сделать, ребят, реально несложно. Потому что я одеваю на штангу очень много и убираю за собой. Приходят ребята, которые одевают на штангу, ну, там, максимум 100-150 килограмм, и после этого все это бросают. За ним подходит девочка приседать, и представьте, как это все ей снять. Просто это элементарное неуважение ко всем остальным, кто тренируется с тобой в одном зале. И это не показание какой-то своей крутости. Это не показание, что ты там супер пацан и все прочее. Это просто неуважение ко всем остальным. На такого потом будут показывать пальцем те же самые тренера. И говорить за спину, за глаза, будут говорить, что он просто козел. Также штангу необходимо разбирать, потому что у штанги накапливается усталость. Если вы оставили блины на штанге, ну, к примеру, 150-200 килограмм за ночь, у металла накапливается усталость, штанга немножко прогибается, и следующий атлет, кто повесит гораздо больше на эту штангу, он ее просто согнет, потому что именно в этом месте она уже имеет какой-то прогиб. В свое время, да, в принципе, и сейчас во многих залах существуют вертикальные стойки, когда штанги полностью на ночь разбирают и устанавливают вертикальные стойки, чтобы она отдохнула. Ребят, устаете не только вы, устает и железо. Чтобы оно не ломалось, просто разбирайте штангу, и все. Так, ну и дальше. Следующее правило – это не разбрасывайте свои полотенца, телефоны, бутылки с водой на рабочих поверхностях. Очень часто люди приходят и начинают раскладывать свои вещи на скамейках для жима, на тренажерах, развешивают полотенца на те же штанги. Это то же самое неуважение ко всем остальным, к окружающим, к самому себе. Очень много мест в зале, куда можно положить свой телефон, поставить бутылку с водой, где ты не будешь никому мешать. Подоконники, специальные стойки сделаны для этого. Тем не менее, народ просто не задумывается о том, что здесь кто-то может тренироваться, кому-то может понадобиться этот тренажер, раскладывает свои вещи и уходит в совсем другую сторону зала заниматься. Я считаю, что нормальным будет в этом случае просто подойти и скинуть все со скамейки на пол. Пусть потом уже тот чьи-то вещи разбирается с ними сам. Еще есть такое правило в зале, что когда вас просят подстраховать, никогда не отказывайте. Если вы не знаете, как это сделать, как помочь атлету, допустим, в приседе или в жиме, просто спросите, в какой момент нужно помочь, как помочь, сильно, не сильно, или просто постоять рядом, это просто бывает, добавляет уверенности человеку, и он выполняет все движение сам. Никогда не отказывайте, и так же будут помогать вам. Есть еще один очень важный момент. Если вы увидите, что человека, к примеру, придавило штангой, или во время приседа он сделал паузу внизу, обязательно спросите, помочь ему, а не кидаться сразу помогать. Очень многие атлеты выполняют упражнения именно с задержкой, с паузой, для того, чтобы получить дополнительную нагрузку. Если же вы видите, что человека реально давит, и он уже не может вам ответить, то, конечно, лучше всего помочь и поднять эту штангу, освободить его от этого. Теперь поговорим про скамейки и для чего вам дают полотенца в залах. Либо вы их приносите с собой. После того, как вы потный, лежа, отжали на скамейке, или сделали что-то, с вас капало, протрите за собой. Вы не один в этом зале. Очень часто спортсмены, просто потренировавшись, бросают все так. Потом подходит какая-то девочка или мальчик, скажем, небрезгливый, но это чувство все равно накатывает, потому что по скамейке чечет чужой пот. Приходится искать салфетку или что-то еще и протирать эту скамейку. Если вам не тяжело, просто за собой протрите и все. Кстати, это же правило распространяется и на раздевалке. Когда вам выдали полотенце, вы помылись, вытерлись и бросили это полотенце здесь. Там же стоят нормальные корзинки, тяжело за собой убрать. Также есть очень интересное правило. Это никогда громко не разговаривай в зале. По телефону ты разговариваешь, разговариваешь со своим другом. Это просто отвлекает всех остальных. Бывает так, что люди стоят в разных краях зала и начинают между собой перекрикиваться. При этом не обращая внимания на то, что кто-то подходит к штанге, кто-то выполняет упражнения. Это тоже не очень красиво. Если вы разговариваете по телефону, не надо орать на весь зал. Выйди в предбанник, поговори там. Это опять же относится к одному из пунктов, которые мы уже озвучивали. Имейте уважение ко всем остальным. Человек настраивается на свою тренировку, он настраивается на свой вес. И вот эти лишние крики со стороны, сзади, сбоку, они просто отвлекают. Ну и есть еще одно правило, оно не менее важное, чем все остальные. Это стирайте свою спортивную форму и сильно не душитесь перед тем, как идете в спортзал. Бывают такие люди, которые в раздевалке чуть ли не флакон на себя выливают и потом ходят по всему залу, разбрасывая свой аромат. Раздражает не только запах пота, раздражает и запах ваших духов. Не факт, что если они вам подходят, кому-то из окружающих в зале они так же нравятся. Просто опять это же вытекает из тех же правил. Уважайте всех остальных в зале и к вам будут относиться так же. Есть еще много правил в зале, которые нужно соблюдать. В каждом зале бывают свои какие-то индивидуальные. Поэтому соблюдайте хотя бы те, которые я перечислил. Ну и легкой штанги. Удачи на помосте. И подписывайтесь на канал Genetics. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!